Всем привет! Все любят смотреть мультфильмы, ведь они очень интересные и познавательные, и со своим сюжетом. Сегодня мы вам расскажем про мультфильмы, которые смотрели наши родители, будучи ещё совсем детьми. Вы на канале Хочу узнать всё. Поехали! Многим из нас знаком этот волк. Так кто из нас не видел этот замечательный мультфильм? Ну погоди, история этого мультфильма началась в 1969 году. Режиссёром Геннадием Сокольским была снята нулевая серия, главная идея, которая легла в основу этого знаменитого сериала. В дальнейшем поменялась графика, юмор, возраст и внешний облик персонажей. Однако главная идея оказалась неизменной. Основа мультфильма в том, что Волк гоняется за Зайцем в надежде его съесть. Но по различным причинам ему не удается. В итоге Зайц всегда оказывается победителем. А Волк в конце каждой серии говорит «Ну, Заяц, погоди». А все ли из вас знают мультфильм про медвежонка и пятачка? Если вы поняли сразу, что это Винни-Пух, то вы абсолютно правы. В студии «Сайзмультфильм» под руководством Фёдорова Хитрука было создано три мультфильма. Винни-Пух 1969 года основан на первой главе книги. Винни-Пух идёт в гости. 1971 год основан на второй главе книги. Винни-Пух и День забот. 1972 год основан на четвёртой и шестой главах книги. Для озвучивания сериала были привлечены актёры первой величины. Винни-Пух озвучивал Евгений Леонов, Пятачка, Ия Савина, А слёнка Ия, Эрос Гарин. Цикл мультфильмов получил огромную популярность. Цитаты из него стали общим достоянием советских детей и взрослых и послужили основой для создания образа Винни-Пуха в советском юмористическом фольклоре. Всего разговорную речь горожан вошла 21 цитата из мультфильма, половина которых приходится на фильм «Винни-Пух и День забот». Также наиболее известный и популярный мультфильм со сложностью с новой теватикой «Ёжик в тумане». «Ёжик в тумане» мультфильм был снят на студии «Союзмультфильм» в 1975 году Юрием Норштейном. Получил более 35 международных и всесоюзных наград. В «Ёжике в тумане» Норштейн говорит о первом соприкосновении с таинствами бытия, о загадочной и всего сущего, о нелепой трагичности, существующей в мире и о конечной его доброте. Этот фильм полный тончайших психологических нюансов, свидетельствует, что нет таких оттенков человеческих чувств, которые невозможно было бы выразить средствами кукольной мультипликации. «Крокодил Гена» – кукольный мультфильм, снятый режиссером Романом Качаном в 1969 году на студии «Союзмультфильм». Один из первых, кто подарил нам таких замечательных персонажей, как «Крокодил Гена», «Чебурашка» и «Старуха Шапахляр». Идея этого мультфильма была взята из книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена» и его друзья. «Крокодил Гена» работает в зоопарке крокодилом. Каждый день вечером он возвращается домой, в свою одинокую квартиру. Наконец-то ему надоедает играть самому с собой в шахматы, и Гена решает завести себе друзей. На объявления, расклеенные по городу, отлетываются звери и люди. Первой приходит девочка Галя с бедовым мченком, а вслед за ней чебурашка. Однако не все настроены дружелюбно. Вредная старуха по кличке Шапоклях, известная всему городу своими хулиганскими выходками, желает зло послушать над дружной компанией, однако потом раскаивается и заявляет обо всем этом в письменной форме. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. «Золотой ключик» или «Приключение Буратино». Повесть сказка, написанная Алексеем Николаевичем Толстым по антимам сказки Карла Колоди. «Приключение Пиноккио. История деревянной куклы». Создание повести началось с того, что в 1923 по 1924 годах Алексей Николаевич Толстой, будучи в эмиграции, начал работу над повестью Карла Колоди. «Приключение Пиноккио. История деревянной куклы», которую он хотел издать на русском языке в своей литературной обработке. Поначалу Толстой довольно точно передавал сюжет итальянской сказки, но потом увлекся оригинальной идеей и создал историю очага, нарисованную на стороне холсте. Алексей Николаевич далеко ушел от исходного сюжета не только потому, что устарел для периода социалистического реализма. Сказка о Колоде полна морализованной и получает сентенции. Толстому же хотел вдохнуть в героев больше духа, авантюризма и веселья. Вы все можете потратить немного времени на просмотр этих замечательных мультфильмов, которые мы будем смотреть снова и снова и радоваться каждому моменту. Вспоминать, какое же прекрасное было детство не только у нас, но и у наших родителей. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в соцсетях, все источники находятся в описании. Это была первая часть мультфильмов из детства наших родителей. Всем спасибо за просмотр, удачи, пока!